В Якутске двое малолетних детей выпали из окон домов. К счастью, они остались живы. В данное время пятилетнего мальчика, выпавшего со второго этажа, выписали из больницы. Второе годовалого возраста находится в Центре охраны материнства и детства, где проходит лечение от полученных травм. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Первый случай падения произошел в минувшую пятницу, 23 июня, на улице Кирова, 21-1. Мальчик в возрасте одного года и семи месяцев играл на диване у окна. Затем поднялся на подоконник и вывалился из окна, расположенного на четвертом этаже. У мальчика диагностировали катотравму, шип легких, а также закрытые переломы бедра и плеча. Второй случай зафиксирован на следующий день, 24 июня. Около 18 часов в Центре охраны материнства и детства с катотравмой, переломом берцовой кости доставлен пятилетний мальчик. Мать оставила сына одного, отправившись в магазин, при этом не закрыла окна. По возвращении она увидела возле дома соседа и своего ребенка, который лежал на земле. Мальчик выпал из окна квартиры с высоты второго этажа. В настоящее время, по данным фактам, в рамках процессуальных проверок изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения. Обезопасить своих детей от подобных случаев можно, установив на окна специальные ограничители. Они помогут предотвратить распашное открытие окон. Также стоит подчеркнуть, что противомоскитные сетки никак не спасут от падения. Максимальный вес, который они выдерживают, составляет 5 килограммов. Создание условий для сохранения здоровья ребенка является одним из пунктов республиканского закона об ответственном родительстве. Закон был принят в прошлом году. Родители несут в первую очередь административную ответственность. Их вызывают в мэрии, в комиссию и смотрят на объем его вины. Или же, когда случаются более трагические события, тогда может наступить уголовная ответственность. В нашем законе нет таких понятий, какие могут быть наказания. Просто, говорится, административное, уголовное, а все это решает суд. Какое наказание понесут родители за эти два случая, предстоит решить соответствующим органам власти. Ну а тем временем, уполномоченный по правам ребенка направила письмо в Минстрой, где говорится о том, чтобы при строительстве многоквартирных домов в обязательном порядке устанавливали ограничители на окна. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, Евгений Тайтонов, НВК Саха, Якутск.